я вышла с территории музея я покажу с другой стороны показать что можно в принципе видеть лодку с другой стороны тут вот дамочки дегизе называется по-французски одеты в разные формы времени на титаника я сейчас нахожусь со стороны парковки парковка к музею прилегает я хочу показать что к лодке можно чуть ближе подойти не беря билет на вход вот тут лодка стоит территория экспозиции размещаются вдруг двух соседних зданиях я сегодня планировала весь день отдать этому музею в этом уж я не знала точно сколько это займет времени как писали интернете 35 часов ну так оно и есть то есть я пришла в 12 я стою возле лодки и закончила я пол четвертого я вышла с территории музея вот тут к лодке можно подойти сделать фотографии если вы не хотите брать билет но лодка интересная внутри хотя не совсем приятные ощущения когда-то в 60-х 70-х годах лодка бороздила просторами океана сейчас она вот тут стоит ее можно посетить атомная подводная лодка в общем-то чтобы спуститься к низу лодки надо три этажа получается опуститься довольно такая объемная и так как внизу она мне не вызывала приятных почек ощущений абсолютно я решила не спускаться вернее не проходить по самому низу и обойти ее так вот сверху тут вот винты прекрасно видны тоже ну а кто будет брать билет этого гиганта можно посмотреть снизу пойти сверху снизу на яхтах плавает рыбаков по всему периметру здесь вот днем открыто музей сегодня открыт работает со скидкой я взяла билет за 10 евро обычно дороже хотя писали в интернете бесплатно сегодня недавно открыли новый причал ну вот это паром машины заезжают туда висики большие камазы заезжают много очень автодом дом на колесах здесь это называется караван домики в машине можно жить все ездят на караванах то есть через ла-манш едут в Англию в принципе Ириш это Ирландия наверное в Ирландию идет может быть и в Англию заходит не знаю как сегодня не выспалась проснулась среди ночи мне приснилось что у меня чемодан с вещами украли и мой планшет разбомали я проснулась не в настроении посреди ночи потом пыталась заснуть никак не могла заснуть потом я заснула сосед бил постоянно дверью то входит то выходит я проснулся засну проснул засну еле поднялась в 11 около 11 часов дня это усталость сказывается не отдыхаешь нормально не спишь нормально а потом раз вырубается и до полудня снимать то что наловил нету я вообще особо не вижу чтобы они что-то наловили тут мне кажется просто как хобби уже не столько поймать сколько посиделись подойду еще к яхточкам две минуты и маленькое видео со стороны порта в конце при выходе можно было написать пожелания я им тоже написала не было пожелания я сняла видео и тут же из-за того что яхт не сильно но здесь вот есть Я сняла видео, я тут же и загрузила их в YouTube, дальше эти бедные рыбки били с головой по стене аквариума, я написала им, почему он у вас квадратный, почему он не круглый, потому что рыбки плавали по кругу и не ощущали, что выхода нет, да. Центр интересный, но аквариум желает быть, я бы сказала, его надо реконструировать, немножко получше сделать, ну и чтобы условия у рыбок были немножко тоже получше, потому что они тут, как во многих аквариумах, маленькое пространство, эти бедные рыбки мечутся в поисках выхода, в депрессивном состоянии, скажем так. Ну и возле яхточек я закончу свое тут видео последнее и пойду сегодня, наверное, сниму центр города, потому что первые дни у меня не было времени, в четверг-пятницу было очень-очень ветрено, невозможно было снимать, потому что со мной ничего не было слышно, а сегодня вот так вот тихо в центре будет, только тут немножко в этой море, чуть-чуть ветерок есть. И до новых встреч на моем канале.